Всем привет! Так получилось, за пару дней до того пожара, про который я уже рассказывал, я стал владельцем Tesla Model S 13-го года, 85 кВт. Машина мне досталась не в рабочем состоянии. Бывший владелец несколько месяцев и, ну, в общем, возил по сервисам и, короче, жестко расстроился, решил от нее избавиться. А вот сейчас я эту машину, как сказать, отремонтировал. Продолжаю ремонтировать, но она уже езда. И про все проблемы и особенности, с которыми я сталкиваюсь, я вот хочу выпустить несколько видео. А проблем тут хватает. Это ныне Nissan Leaf, на самом деле. Короче, про батарею, конструктив и особенности, там, которые мне не понравились, я уже показывал в предыдущем видео. А сейчас расскажу про тегру, монітор и, короче, то, как оно может перегриваться. Сейчас покажу, что происходит в жаре. Температура 30 градусов на дворе. Ну, в салоне жарковато. Вот сейчас экран перезагружается. Машина, в принципе, еде. Ну, я просто сбавил кондиционер. Это была моя ошибка. А надо, короче, на максимум, чтобы оно поберегало, ну, остужало процессор. Ну, сейчас, без всего, что опять потухнет. Пробую встать в теньочек. Ну, все. Потухло обратно. Ну, естественно, когда тухнет экран, перестает делать музыка, телефон. И климат тоже выключится сейчас. То есть, это все ситуации. Сейчас по-быстрому надо на максимум включить кондиционер, чтобы оно спело охладить. Ну, и опять же, что разобранный салон? Потому что пластик... Все, кондиционер уже выключился. Пластик, який тут по бокам... Ну, и глянь, это все закрывает. Воно закрывает полностью эту решетку. Эту решетку, через якийся воздух должен сюда был бы поступать. Ну, циркулировать для охлаждения процессора. Тут все закрыто наглухо вообще. То есть, температура, вона не может упасть, потому что, во-первых, там стоят манюсенькие кулеры, який там еле-еле вообще дует. Ну, можно сказать, что он не дует вообще нифига. Во-вторых, тут нема куда деваться воздуху. И вот это в жару. Все, пожалуйста, опять. Сейчас на максимум включаю, потому что в этой ситуации, конечно... Ну, тут вообще на волоску. То есть, процессор может сгореть, нефиг делать. Ну, и так они и сгорают, кстати. Чего умирает тегра? То есть, там есть флеш-память, яка помирает от количества циклов перезаписи. Это одна причина. И вторая причина, это перегрев. Все наглядно, и вам перегрев. Вот тебе Тесла. Ну, это 2013 год. Но я думаю, что эта ситуация... Опа, пропал пробег. Температура. Ну, короче, блин, плюс еще и капитально. Короче, надо ехать в сторону дома, чтобы я вообще не остався десь посреди дороги. Опа, пробег появился. Короче, это признак того, что умирает... Ну, это типа пропадает температура, там все какие-то здания, что типа умирает тегра. Вот она и умирает. И это замечено только с жарой. Если жары нет, в принципе, оно работает. Так, будний Тесловода. Пытаюсь охладить тегру. Короче, блин. Воздуховоды направляю внутрь блока. Ну, и все равно тухнет. Для того, чтобы сбыть температуру процессора, чтобы он не подохнул у меня прямо сейчас среди дороги. Короче, ну, США раз доказывает, что этот автомобиль надо допыливать напильником. Короче, надо сделать... Надо сделать и тут каналы, які часть воздуха с кондиционера будут запускать внутрь, для того, чтобы это могло хоть как-нибудь отдавать температуру. А то я, получается, постоял, выключив кондиционер. Пока кондиционер был, все было хорошо. Она постояла 15 минут на солнце, выключенный был кондиционер, я пришел в Сиву, и вот, в общем, вот такие качели. И теперь непонятно, короче, куда я еду, либо я уже не еду, ну, может, я уже приехал. Блин, это трэш, конечно. Это просто трэш. Рекомендую всем владельцам Тесел ни в коем случае не оставляйте их на солнце, потому, что... Потому, что нагревается, это все до градусов до 60. Процессор внутри, он, в принципе, я так понимаю, что он всегда в работе. Ну, то есть, может, с меньшей там нагрузкой, но он все равно работает. И он нагревается. И какая там температура того процессора с маленьким вот таким радіатором и тем кулером, який там чисто формально. Мне даже страшно представить. Ну, короче, эта ситуация у меня уже не первый раз. Уже раза 3-4, получается, вона... Ну, такие качели уже были, то я знаю, что, в общем, надо ей... Не дать ему нагреться, потому что тогда и вот так происходит, как вот сейчас. Короче, из каких-то там 5-7 попыток обычно у меня, ну, таких циклов, что оно запускается, продува кондиционером, потом выключается, но это промежуток больше, 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 температура падает. И, как бы... Ну, и все, и потом начинаю работать. В общем, боль и печаль. Это одна проблема Моделес. Да, блин. Чьего-то счастья. Это одна проблема Моделес. Вторая проблема мотори, в которых течет постоянно сальник. И третья проблема... Ну, течет сальник, и изнашиваются подшипники, в которых металлические шарики изначально. И третья проблема, это тасол в батарее, который там довольно часто бывает. И они тоже от этого умирают. Ну, а так... А так вообще машина прикольная. Красивая, все завидуют. Тесла там, все дорого, богато. А я тут, короче, стою, наушниками затыляю воздуховоды. Это же я разобрал пластик, короче, чтобы сюда попадал воздух, потому что, в принципе, если и не оставляют на солнце, оно робо нормально. А с пластиком, короче, проблема же хуже была. Ну, то есть, цей пластик, он закрывал полностью, закрывал полностью доступ воздуха, и вообще печаль печальная. Тодей кондиционер, не кондиционер, ничего вообще не помогало. В общем, по решению цей проблемы, я хочу изменить вообще охлаждение внутри корпуса, то есть там доработать каналы для того, чтобы туда хотя бы, хоть как-нибудь проходить воздух, и плюс поставить свой кулер с отдельным управлением. В общем, если все это хорошо себе покажет и зарекомендует в жару, я выпустил отдельное видео по тому, как доработать систему охлаждения для того, чтобы это не перегревалось, работало и не глючило. А пока всем спасибо. Это только первое видео по Тесле.